Ремонт дорог на Ленинском проспекте идет полным ходом, а машины по нему передвигаются с трудом, а ведь это еще не час пик 10 утра. Ехать с нормальной скоростью мешает спецтехника, а также рабочие, которые укладывают здесь новый асфальт и неблагоустроенные люки. Они огорожены предупреждающими знаками. Масштабная реконструкция Ленинского началась месяц назад, но асфальт пока полностью уложен лишь на площади Баварина. На остальных участках работы продолжаются. Так, центральная часть проспекта будет сдана только к 1 сентября. Так что потеть в автомобильных пробках барнаульцев придется еще не один месяц. Идет ремонт, вот как-то идет разгрузка дороги? Ну, мы каждый год, когда у нас идет большая ремонтная кампания, призываем горожан проявить понимание и с терпением подходить к этому процессу. Трафик перераспределяется. Сейчас мы параллельно не ведем проспект Комсомольский. Ремонт у нас в Лоте, ОДСУ-4, он также находится. Они к нему приступят позже. Именно вот с этой целью у нас работа построена по такому графику. В ходе рейда люди спросили чудовников и о выделении отдельной полосы для общественного транспорта. Но представители власти признали, что об этом не может быть и речи, так как центральная улица города довольно узкая. Много обсуждали и прорабатывали вопрос выделенной полосы. Но у нас условия городские такие, что мы живем в существующей жилой застройке. Она сложилась, все тоже знают, в 60-е годы. Никто тогда не рассчитывал на такой пассажиропоток. В сегодняшнем рейде участвовали и подписчики интернет-сообщества Барнаул-22. Их, конечно, интересовал не только Ленинский проспект. Планируется ли улицу Попова, участок от Лосинской до Трактовой, устраивать вторую часть? То есть там одна у нас сторона получается. Ну, в этом году, да, приступили к производству работ. Улица Попова у нас запланирована как объект переходящий. Она будет выполняться у нас в два этапа. В текущем году мы планируем обустроить корыто, заняться переносом всех сетей, которые там располагаются. Их там большое количество. И электричество, и телефон, и газ. Ну, там водопроводы, множество всего. Очень насыщенная в плане земляных работ улица у нас. Речь шла и о безопасности на дорогах. Подписчики выступили с предложениями построить на Павловском тракте надземные и подземные переходы, а также заняться организацией парковочных мест, которых в городе катастрофически не хватает. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.